МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса, машина едет. Мы едем. Что за знак? Паруковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты! И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену рулить, как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь с первыми участниками сегодняшней программы. Это Юрий и его девушка Марьяна. Меня зовут казачище Юрий. Мне 35 лет. Я работаю психологом. Я люблю историю. Я увлекаюсь коллекционированием холодного оружия средневекового. Можно и доспехи коллекционировать, костюмы, я не знаю, зуброю коней, все что угодно, но площадь квартиры не позволяет. Закончили стены, да. Я люблю очень необычные вещи. В этой квартире живу я не один. У меня как-то есть игуана, попугай австралийский. Есть еще девушка Марьяна. Меня зовут Марьяна, мне 25 лет. Я родом из небольшого городка. Когда смотрю на лошадей, они меня завораживают. Я считаю, что это очень благородные животные. А я своего коня уже оседлал. Машина выпущена очень ограниченным тиражом для внутреннего рынка США. Машина очень мощная, необычная, она бросается в глаза. Красный салон, а красный цвет – это мой любимый цвет. Вот так вот мы и влюбились друг в друга. Вместе мы уже практически два года. Правда, не все в то время мы были вместе. Расставались мы четыре раза. Последний раз мы сошлись месяц назад. Решили, что это у нас будет последний решающий бой. Идея участия в проекте принадлежит мне. Благодаря экстремальным ситуациям мы проверим наши отношения действительно на прочность. А это их соперники – супружеская пара Инна и Андрей. Они 10 лет вместе и явно соскучились по острым ощущениям. Меня зовут Андрей, мне 34 года. Я частный предприниматель, занимаюсь продажей строительно-отделочных материалов. У меня есть два увлечения. Одно – это охота. И второе – я люблю машины и люблю оффроуд. Это соревнования на внедорожниках. Мы месим грязь. Для меня это адреналин. И ради этих моментов, наверное, и живем. За 15 лет у меня поменялось 40 машин. Меня зовут Инна, мне 31. С Андреем мы уже вместе 10 лет. Мне кажется, что я супертерпеливая жена. Но можно сказать, что у меня два ребенка. Одному 4, второму 34. Один сыграет с пластиковыми игрушками и машинками, а второй – с настоящими. У нас в семье все хорошо. Ромка у нас замечательный малыш. Мы вкладываем в него всю нашу душу. Я бы хотел так с папой кататься. Мне очень нравится. Четыре месяца назад мне Андрей подарил машину. Это такая интересная машинка-кабриолет. У меня даже не было попыток на ней попробовать ездить. Это была моя инициатива принять участие в этом проекте, чтобы поворотиться с собой, преодолеть комплексы, барьеры, неумения и научиться чему-то новому. Здравствуйте, меня зовут Денис Косяков. А меня Валерий Шевелен. Это шоу «Научи жену рулить». Шоу о любовном треугольнике. Он, она и автомобиль. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните, если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев. Профессиональный автогонщик. Чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. Позволь я познакомлю тебя с нашими участниками. Это Юрий и Марьяна, а это Андрей и Инна. Хотел бы я иметь столько силы воли, сколько есть у вас. Просто я со своей женой в машине выдерживаю максимум минут 10. А вам предстоит пережить целых три дня. Три дня, и на четвертый день вас ждет экзамен, принимать который будет наш строгий инструктор Валерий. Друзья, Марьяна и Инна, я очень надеюсь, что я буду приятно удивлен вашему умению водить автомобиль. Вам, мужчины, хочу сказать, что все это время мы с Денисом будем за вами пристально наблюдать. Победитель нашего шоу заберет главный приз 65 тысяч рублей. Ну, радуйтесь, это же ваши деньги, ребят. Это не наши деньги еще. Вы получите вот такие планшеты, на которые будут приходить ежедневные задания, и там же вы найдете правила дорожного движения, которые вы, барышня, должны знать как дважды два. Ну что, вы готовы? Готовы. Это шоу «Научи жену рулить». Поехали. Я уверен в своей супруге, уверен в том, что у нее все получится. Ну, я буду нервничать, но не так сильно, пока мы тренируемся на вашей машине. Я настроена, конечно же, на победу. Пусть победит сильнейший и умнейший. Первый урок традиционно проходит на автодроме. У мужчин есть всего один день, чтобы научить своих жен не только разбираться в педалях и крутить руль, но еще и объезжать препятствия, парковаться в гараже и даже двигаться под горку. Ведь завтра выезд в город, поэтому чем больше опыта, тем лучше. Так, первым делом подгони сиденье под себя. Слева сцепление. По центру тормоз, краня справа газ. Пристегиваешься. И я с тобой пристегну. Что это, буква? Ракета? Ракета, да. Нет, подожди, это не серьезно. Ры, это назад. Заводи. Пускай, пускай, пускай. Видишь, она уже начать вот так вот делать. Она так не нужна. Ты завела и сразу же убирай. Ты же помнишь, что снять с ручника надо было? Ну ты сейчас еще не едешь? Нет. Ну зачем ты его трогаешь? По-моему, Андрей начал без теории. Ну, Валер, ты что, никогда не играл в компьютерные игры? Разберемся в процессе. Как начинает ехать, добавляю газку. Эй, да что это такое? Мы заглохли. Не мы заглохли. А ты. Андрей привык, что он руководитель. Он раздает задания и ждет их исполнения. Или надо завестись сначала? Заведи. Я не заведена. В передачу их летаю. Ладно. Она думала, на нейтралке она у тебя не поедет. Сильно после. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Подожди. Синхронизировать тело и вот это вот все, чтобы одновременно все нажимать, это было, конечно, ужасно. Глубоко вздохни. Задержи дыхание. Глубоко. Какое-то отношение имеет к вождению. Поехали. Все нормально. Юра психолог. Глубоко вдохни. Задержи дыхание. И выпусти воздух. Успокойся. Ничего страшного здесь нет на самом деле. Мы видим только дорогу. И колесо. Пока Марьяна осваивает дыхательные практики, Инна худо-бедно, но рулит по автодрому. Ромчик четырехлетний, и тот быстрее крутит руль. Сейчас наедешь на колесо, наверное. Не наеду. На колесо. Сцепление выжило? Да. Наехали. У меня все две волосы добавляются. Я понял, это только начало, это цветочки. Но все самое интересное ждет меня завтра и послезавтра. Все, рули. Это отпусти газ. Выворачивай руль. Вот тут же выворачивай напрямую. Вот это экшен, а ты видел? В четыре руки руль поворачивай. Ой. Нет, не змейка, а не бабушь. А, я сейчас куда-то зайду. Влево. Рули, ты смотри все время вперед. Я знаю, что с Марьяна надо разговаривать спокойно. Ты очень сильно нажимаешь на газ, мы так не повернем. Не повышать никогда у нее голос. Да что ж такое. Я был спокоен, в равновешен. Ну ты, блин, посмотри на нее. И говорил, что надо делать. Убери ногу с газа. Поворачивай налево. Вот так поворачивай. Ух, какой агрессивный молодой человек. Он точно психолог? Тормоз. Если не помогают дыхательные практики, в ход идет медитация. На руль. Давай будем учиться и заезжать в гараж. Сдай назад. Я не умею. Курица. Паркуется курица. Напряжение у меня были ноги, руки, спина. И ехала как железный человек. Похоже, Инна наконец-то в гараже. И даже без особых нервов. Повезло. Я была хороша, нормально. Вышла и думала, фух, усталость вообще сумасшедшая. Такое ощущение, будто я пробежала какой-то кросс. Завтра нам предстоит кататься в городе. Мы очень надеемся на очень широкие дороги и на очень маленькое количество машин. Юру успехи соперников раззадорили. Он решил, что и Марьяна обязательно должна заехать в гараж. Ну что, ты сможешь заехать сюда? Тихо, давай. Тормоз. Вот, и вот сейчас будет, давай, Блеб. Стоп, сцепление, не трогай, тормоз. Ну, ***, слов нет. Просто нет слов. Как ни крути, а дыхательными практиками и медитациями вождению не поможешь. Я знала, что так будет. Если мне что-то не получается, я не всегда могу с собой справиться. Я просто знаю, как надо с Марьяной общаться. Она человеку очень родимый. С ней надо разговаривать всегда спокойно. Это что ж такое? Поэтому я с ней был предельно спокойно. Ф***-ка. Спокойно пытался ей объяснить, что надо делать. Вот так поворачивай. Ну что же, первый день обучения завершен. Юрий, у которого свой, необычный подход к Марьяне, вечером решил применить еще одну свою собственную методику, теперь уже для изучения правил дорожного движения. Какие опасности могут нас остерегать при езде в городе? Другие машины, пешеходы. Самый главный враг автомобилиста – это пешеход. То есть с завтрашнего дня пешеход – твой враг. К врагам надо относиться как к больным людям. Особенно, когда по пешеходному переходу бежит мальчик, пробегает. Когда пробегает мальчик, никогда не спеши ехать дальше. Когда пробегает мальчик. Потому что мальчики по одному не бегают. Они бегают всегда вдвоем. По-любому за бегущим мальчиком сюда пробежит второй мальчик. Что? Как это правило мальчиков? Знаки. Самый главный нужный тебе знак. Желтенький ромб стоит. Это главная дорога. Второй, самый главный знак, он такого треугольного цвета. Это знак «Уступи дорогу». Для того, чтобы двигаться дальше, ты должна остановиться. Ну, не остановиться, если нет никакого транспортного средства. А с любителем машин Андреем все понятно. Если под рукой нет настоящих, в ход идут игрушечные. О, да. Я желаю инструмент. Равнозначная дорога. Цветофора нету. Главной дороги нет. Да. На бетонную мешалку мы ехали туда. Вот этому эвакуатору или чего-то платформе. Нужно ехать туда. Кто едет первым? У него помеха справа, я еду. У кого? У платформы Калмаза. Да, он едет, у него помеха справа. Поэтому, все верно, первая еда. Он должен меня пропустить. В бетонную мешалку. Хорошо. Будет себе толком. Смотрите далее. И вот второй день обучения. Это значит, что Марьяна и Инна впервые выйдут в город. Удачи и только удачи. Хочется пожелать девушкам и не только им, но и всем автомобилистам на дорогах. Сегодня у нас главная задача людей не задавить. Дыши. Дыши, я же не рожаю. Добрый день, Андрей и Инна. Добрый день. Сегодня вы продолжите обучение в городе. Но перед тем, как тронуться с места, я должен проверить Инну на знание правил дорожного движения. Что значит термин «ограниченная видимость»? Это значит, что если, например, подъезжая к дорожному переходу, может быть, стоит какая-то машина. Это когда водитель не видит полностью дорогу. Это если темно. Это касается дождя, тумана и снега. Молодец. Правильно? Частично. У кого из участников движения преимущество на нерегулируемом перекрестке? У тех участников движения, которые едут по главной дороге. Молодец. У того, кто едет по главной дороге. Нет? Подъезжая к нерегулируемому перекрестку, руководствуешься одним моментом. Помеха справа. Что в первую очередь должен сделать водитель, попавший в ДТП? Позвонить мужу. Нет, неправильно. Нужно вызвать представителей полиции. Страховую компанию должен подзвонить. Марьяна и Юрий, нам остается только надеяться, что с такими знаниями по ДТП вы не попадете сегодня в ДТП. А если такое все-таки случится, то держите кулаки, чтобы страховщиков приехало как минимум двое. Причем один из них бывший полицейский, а второй бывший медик. Ну все. Можно ехать? Да. А это показывает, насколько бак заполнен. А, ну тебе не надо. Подожди. Светофор. Едем, емем. Так, у нас впереди знак. Их два. Пешеходный переход знаю. Самый важный для нас какой знак? Не знаю. Ну как это? Желтый ромб. Как это ты не знаешь? Желтый. Вот такой. Вот такой ромбик желтый. Это что? Ты знаешь, что такое желтый ромбик? Главная дорога. Отлично. Если бы я знал, что ты не знаешь, что означает желтый ромб, я бы с тобой вообще не сел. Это самый главный знак. Он ходит в пятерку самых основных. Запрещающий. Да какой нахуй запрещающий? Главный. Это главная дорога. Мне настолько было тяжело, да, соединить вот это вот тело и внимание, которое я вот вперед смотрю, то отвечать еще на какие-то вопросы, это было сверх возможностей моих. Перестраивайся, Рила. Едь. Они меня все обогоняют. Едь. Сцепление, вторая передача. Я попала на первой. Вторая передача. По центру. Рияна, по центру. Едь. Он постоянно дергает ее за руль. Он подрабатывает гидроусилителем. Сцепление останавливается перед пешеходным переходом. Бабуля, вперед, давай! Гоу! Он пугает всех участников дорожного движения. Тех, кто в машине, тех, кто в других машинах, тех, кто просто переходит дорогу. Даже нас пугает. Аккуратно, я же поел утро. Жив? Все нормально, сердце пропускает удары у меня иногда. А почему? Сейчас, кажется, все нормально было. Давай, газу больше, больше газа. Блин, это маршрутка. Маршрутчики все уроды. Вот здесь вот очень опасный участок дороги, смотри. Видишь, идут строительные работы. Что обозначает знак? Треугольный человек, который что-то копает. Треугольный человек, который копает. Это персонаж из фильма «Сайлент Хилл». Помнишь, пирамида головы? Вот, что обозначают знак, треугольник и бегущие дети? Мальчики. Правила мальчиков. Потому что мальчики по одному не бегают. Они бегают сюда вдвоем. Поворот включи, левый. Мы обгоняем автобус. Пропускаем монашку. Пропускаем монашку. Интересно, распространяется ли правило двух мальчиков на монашек? Желтый, зеленый. Поехали. Газу больше нажми. Все, поехали, поехали. Она уже сейчас поедет. Что такое? Да газу нажми больше. Я нажимаю. Да не нажимаешь ты. Инна вся уже перепуганная. А Марьяна? Там тяжелый случай справа. Прямо мы едем. Куда ты едешь? Прямо едет, его уносит. Нельзя парковаться. Тебе смешно? Юра уже очень сильно разозлился. Такое очень напряженное состояние. Я стараюсь Юрия не перечить, потому что я знаю, что это очень плохо может закончиться для меня. Спеши Бентли. Нам не надо в Бентли въезжать. Пошелом. Да, блядь, что ты делаешь? Ну, пи***ц. Ну, куда ты? Я же тебе говорю. Простите. Простите. Вот было стрёмно, когда мы выехали на перекресток. Это был какой-то перепуг такой. Что ты делаешь? То, что не произошло ДТП, я считаю, это оттуда слуга явно не моя. Она выехала. Я оттянул машину за ручник, а она дальше продолжает газовать. Ну, что ты здесь стала? Ты стала как курица. А как стоит курица? Как-то так. А что это такое? Газу дай больше. Сильнее, сильнее, сильнее. Ку***ц. Ну, говорю, сильнее. Сверх. Обстановка в машинах накаляется. В салоне у Юры и Марьяна, которые поначалу пытались сохранять спокойствие, градус тоже повышается. Почему тебя вправо уносят? Я не знаю. Чуть-чуть подруливай, чуть-чуть влево. Тормози, тормози. Что ты делаешь? Да что ж такое? Сцепление. Газ. Ну? Пи***ц. Вторая передача. Вторая передача. Как? Ух ты! Я же сам нервничаю, когда он начинает говорить. Я боюсь, что я что-то делаю не так. Доводи машину. Сцепление. Спокойно, все нормально. Сцепление, передача, едь. Если даже Марьяна начала нецензурно ругаться, это точно не к добру. Фух, я выйду на свежий воздух. Да я хочу сказать, ну зачем мне вот это все нужно? Пусть идет на курсы, пусть не ездит инструктор, у которого иммунитетно вот это все. Ну реально, ну я нервничаю. Это Андрей не видел, как нервничает его конкурент, психолог Юрий. Марьяна-то опять плачет. А может быть, это такой психологический прием, слезотерапия? Хотя непонятно, как он совмещается с вождением. Все, успокойся. Посмотри, такое впечатление, что она прошла какую-то пытку. Поведение Юры, я считаю, что очень правильно он ведет себя. Что? Это худший учитель. А я вижу политическую систему Северной Кореи. Он лучший вождь. Я счастлива, что он у меня есть. День был непростой. О, господи. Лучший антистресс для психолога Юрия – это, конечно, вечер с самым родным и близким созданием. Красавица моя. Маленькая красивая такая зеленая собачка. Ласки закрывать от удовольствия. Вот он, счастливчик, которому в этом доме достается вся любовь и ласка. Жайка моя. Я уверен, что все у тебя получится завтра, так что не переживай. Да, ты ведь тоже не переживаешь. Для тебя все равно. Андрей и Инна вечером встретились с друзьями. Андрей, похоже, отошел от стресса, пережитого днем, и даже с юмором готов поделиться впечатлениями. Сегодня моя супруга первый раз выехала на автомобиле на дорогу общественного пользования. Стресс принес я, она, все участники движения, все в радиусе килограмм. Метра, всех была паника. Стресс нормальный, получила я. А завтра ты знаешь уже, что ты будешь делать? Завтра Александру может добавиться работа. Ремонтирует машину. Третий день обучения. Самый ответственный для девушек и самый нервный для мужчин. Сегодня переживать придется вдвойне. Не только за любимую, а еще и за семейное авто. Хотя Инна садится за руль своего кабареолета. Но подарил же Андрей. Все, значит, что хочет, то и делает с машиной. Что это такое? Это необходимость. Зря это. Садись, водитель. Можно я просто посмею себя? Притча о том, как Хаджан и Средин учил жену рулить. Ты же помнишь вчерашнюю машину, на которой мы ехали? У нас машина немножко другой ценовой политики. Не очень хочется, ты же сама понимаешь, чтобы она была поцарапана. Конечно, мне страшно представить, что будет со мной. Я буду очень аккуратна. А вот сейчас, внимание, я постарался, чтобы задания были достойны наших участников. Здравствуйте, Марьяна и Юрий. Ваше первое задание до сегодня. Доехать до ближайшего торгового центра. Припарковаться задним ходом между двумя машинами на парковочной площадке. Там вы должны купить два кофе и вернуться в машину. Более, честно говоря, извините, тупого задания я просто не видел. Все, мне уже страшно. Выезжаем со двора, где нас все знают. Позор на весь двор. Поворачивай рули, съезжай в дом. Еще выравнивай влево. Выравнивай, выравнивай. Сцепление, сцепление, тормоз. Тормози. Нажми нормально. Вот. Не спешай. Я не спешу, я еду 20. Каких 20? 40 ты едешь? Вон у тебя спидометр. Ебать, сейчас отвардирую машину. Может, его объехать, пока никого нету в той полосе? С***. Ты кончишь машину, реально. С***, пропусти автобус. Я такая вот все напряженная. Мне казалось, да, миссия просто невозможна. Стой, стой, стой. Какой-то х*** уедет. Давай. Я понимал, что нервничаю намного больше, чем я нервничаю на соревнованиях. Даже когда я понимаю, сейчас я перевернусь или переворачивался на машине, реально было меньше нервов. Пока Инна испытывает новую машину и нервы мужа на прочность, психолог Юрий забыл, что рядом с ним не игуана, и пробует себя в новой роли – дрессировщика. Сцепление. Полицейский. Сцепление. Нейтралка. Притормаживай. Притормаживай. Сцепление. Класс. Поворот. Выключи. Выключи. Я не удивлюсь, если у него в одной руке зажат кусочек сахара, чтобы, если он что-то правильно делает, он бы ее подкармливал. Нам нужно задом припарковаться между двух машин. Так, отлично. Теперь ровняй руль в другую сторону, крути. Быстрее, 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 быстрее. Теперь обратно, обратно, крути руль обратно, обратно. Стоп. Ручник в щелк. С передачи сняла. Поглуши машину. Инна припарковалась. Но это чисто лотерея повезло. Самая основная ошибка – ты тупишь. Ты понял, какой информативный ответ? Парковка Инны зачтена. Посмотрим, как припаркуется Марьяна. Вот мы хотели припарковаться, наше место заняли. Наверное, просто никто не знал, что на парковке этого торгового центра есть именное место психолога Юрия Казачище. Тупорылые нафиг. Сзади стоят 30 машин, и мы не можем встать между двоем машинами. Комендируем. Мы ждем, пока все разъедутся. Разница между машиной спонсорской, которая была в первый день, и моей, она очень большая. У меня совсем другой размер руля. Мощность машины, вообще все полностью другое. Поэтому мы парковались очень долго. Блин, ну что же такое? Так вот, Найскайс, Найскайс, налево. Нейтралка, тормоз. Нейтралка, тормоз. Давай. Поворачивай еще. Ой, ой, ой. Давай, поворачивай, ничего не бойся. Сцепление, нейтралка, тормоз. Все. Пусть так. Пусть так? Ты серьезно? Пусть так? Я таким людям клею наклейки на лобовые стекла, которые так паркуются. Пусть так. Не без проблем, но с первым заданием обе участницы справились. Хотя, как говорится, вся жесть впереди. Пришло время самого сложного на сегодня задания. Кофе мы взяли. Смотрим, какое нам дальше ведущий дал задание. Марьяна и Юрий, ваше следующее задание – доехать до указанной GPS-точки, не разлив кофе. С этого момента Инна будет ехать самостоятельно, без вашей Андрей-помощи. Каждая подсказка жене будет стоить вашей паре 6,5 тысяч рублей. Да, если не победим, мы останемся вам еще и должны. Я уже все, по максимуму выдала из себя все, что можно. И тут доехать домой без подсказок. Я ничего не понимаю, как ехать. Все, поехали. Блин, Андрей, это жопа просто какая-то невозможная. Мои любимые шорты. Шорты – тут жизнь на кону, а не шорты. Как их много. Блин, это пи***ец, просто пи***ец. Блин, я хуй. Передачу переключить, она ее не переключала. Вот как-то ей там удавалось еще с ряда в ряд перестроиться. Ну, наверное, тоже повезло. Поэтому я нервничаю. Смотрите далее. Это передача, в принципе, создает только стресс. Кто из вас будет сдавать экзамен первый? Ты на ручнике сейчас едешь. Колесо, колесо, колесо. Мы хотели бы сделать маленькое заявление. Мы приняли решение не отдавать тебе главный приз. Прости. Давай, тормоз нажми. Выберни руль влево. Влево. Завиди пока машину просто. Ты не повернешь, что загидроусилитель. Все. Кофе чуть-чуть поправь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Опа, нейтралка. Тормозим. Давай сцепление, первую передачу. Сцепление, первую передачу. Сцепление, нажми и возьми первую передачу. Давай. Газ. Мором. Минус 6500, минус 6500, минус 6500. Иногда ты поражаешь меня, когда в экстремальных ситуациях начинаешь как-то думать, блин, а у меня уже все яйца в этом кофе. Не кажется, что тяжело в машине ехать? Третью надо включить. Какую нахуй третью? А я как бы такая вот еду и думаю, что-то же оно не то. Да я-то понимаю, что он гудит. Не так. Но что с этим делать, не понимаю. Вот кто-то думает, что-то не то. Нахуй ты летишь, блядь. Это подсказка или нет? 30, я не лечу. Давай, стойки стабилизаторов, плачьте. Притормозила. Амортизаторы, плачьте, сайлентблоки, плачьте. Буквально перед этим я там подушки поменял на двигателе, она вот издевалась над этой машиной, дергалась, сцепление не поменял, она его тоже убивала это все. Он не там переходит. Да не пошел он там, х** у него. Тут никого нет. На середине дороги я-то поняла, что я еду без очков. Как-то ужила от нас очков, я там как-то еду, это было ужасно. Ставь нейтралку. Иди, пересаживайся. Садись. Ребята, встретимся дома. А куда же Юрий? Психолог и его девушка, ничего не объяснив, скрылись в неизвестном направлении. То есть он понял, что не заработает на нашей передаче и решил продать наши камеры. Я камеры не срывал, я их пытался снять с липучек. Почему они у вас? Отлетело там что-то, я не знаю. Ну, что поделаешь, Китай есть Китай. Тем временем, чем ближе Инна к дому, тем меньше кофе в стаканах. А жаль, вкусный, наверное. Так, кофе я, блядь, уже привык, я знал, что так будет, все нормально. Мне кажется, что нам уже, как это по-русски, по***ть. Смотри, а здесь человек терпит. Мужественно везет этих два стакана с кофе и терпит. Хорошо? Хорошо, я паркнул? Я сделала что-то невероятное, правда. Мне ценить вождение Инны, но ноль. На. Теперь можно пить твой вкусный кофе. Половина, половина же осталась. Остальное выжмешь у меня из штанов. Ну, половина же осталась. Не могу подобрать слоги. На самом деле, сегодня было, ну, стрёмно. Стрёмно, ну, я считаю, ну, вот-вот-вот, где-то так я считаю. Я доехала, я сделала, всё, и я, как воздушный шарик, просто сдулась. И тут Андрей мне говорит. Завтра у нас экзамен, нам нужно ещё потренироваться, поэтому у меня есть для тебя сюрприз. Вот я понимал, что экзамены ей будет сдать очень тяжело, и решил предложить ей ещё попрактиковать. Это дорога, назовём её танковая дорога, на которой мы испытываем наши внедорожники. Я хочу, чтобы по этой дороге ты меня провезла. Подсказки все у нас бесплатные, поэтому у меня есть ручник. Поехали. Поехали-поехали. Поехали-поехали-поехали. Блин, нет. Раз меня не убила вот эта поездка в рот на из торгового центра, то тут меня наверняка решили добить. Вот так вон. Получай, получай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Не пускай, не пускай. Слабей чуть-чуть, не отпускай. А-а-а, поехала, поехала, поехала. Инночка, я тобой горжусь, я тебя очень люблю. Последних несколько лет у нас цветы только по праздникам. Когда он мне подарил эти подсолнухи, напомнила моменты нашей какой-то такой нежности, такой близости. Это было очень трогательно. Санька, привет. Я застрял. Я застрял. Там, где обычно, только чуть-чуть правее. Более пяти часов наша съемочная группа прождала Юрия и Марьяну у дома. Наконец, около полуночи они все-таки появились. Сейчас мы снимем эту фигню. Я поснимаю карточки. Я тебе дома покажу, где у меня переходник. Мы вытираем всю информацию, сейчас карту памяти. Принаппаратуру отдам. Похоже, Юрий не ожидал увидеть во дворе камеры, но не упустил возможность высказаться. Я считаю, что эта передача способствует не научению людей вождению, а создает только стресс, порчу личного имущества, потому что задания даются заведомо неисполнимые в правовом поле. Я считаю, что Юра повел себя в экстренной ситуации. Я точно так же себя повела, если бы я была владельцем данной машины. Я убедилась еще раз в том, что... Хочешь, договорю? Давай. О том, что Юра самый прекрасный учитель, он лучше всех умеет учить. Она угадала или нет? Именно этот мужчина, именно этот человек, это моя половинка, и он, как никто, знает меня лучше всех. Есть! Денис, у меня к тебе вопрос. Да. Ты психолог? Я не психолог, Валера. Как и ты, я понимаю. А нашему психологу нужен настоящий психолог. Чтобы понять поведение Юрия, мы пригласили известного психотерапевта, доктора психологических наук Егора Тополова. Ну, очевидно, что он очень директивный, очень контролирующий, очень самовлюбленный человек. Он демонстрирует агрессию, подавление. Ну, не может нормальный мужчина начинать помощь своей девушке с того, что он бьет ее по рукам. Вот так, вот так поворачивай. Она его боится, она неуверенная, поэтому ей нужен кто-то большой, большой волосатый самец. Весь его внешний вид кричит о том, обратите на меня внимание, посмотрите, какая у меня шапочка, какие цепи, какие мысы. За показной видимостью такого мачо-альфа-самца скрывается неуверенный человек. Они здесь оба неуверенные, только у нее неуверенность проявляется в образе страдальца и жертвы. А его неуверенность компенсируется за счет унижения того, кто слабее. Ну, ***, слов нет, просто нет слов. Смотрите, как он взбеленился. Ставь ней травку. Потому что надо же защищать самую главную ценность, что у него есть. И, к сожалению, самая его главная ценность не Марьяна, а машина. У нас машина немножко другой ценовой политики. Не очень хочется, ты же сама понимаешь, чтобы она была поцарапана. Соединились, ну, по-своему, садист и мазохист. Я зависима от Юры. Если бы так случилось, что завтра Юра бы мне предложил выйти замуж, я, конечно, бы согласилась. В таких отношениях нет развития ни для Марьяны, ни, как странно, для Юрия. Как правило, в жизни с агрессором возможны два варианта развития ситуации. Первое. Агрессору надоест жертва, и он найдет другую. Или второе. Жертва просто умрет. У меня пугает то, что Юра является психологом. Я закончил факультет психологии менеджмента. Это междисциплинарное научно-практическое направление. Если он утверждается за счет своих клиентов, то он наносит им очень большую травму. Ему надо пойти к психологу. У каждого психолога должен быть свой психолог. Несмотря на вчерашние страсти, обе пары пришли на экзамен и готовы побороться за главный приз. Инна, Андрей, Юрий, Марьяна. Я вижу, что вы все вместе, никто не развелся, это уже победа. Хотя, конечно, я наслышан о сложностях, которые возникали в процессе съемок. Да, я обращаюсь к вам, Юрий. Но, к счастью, вы здесь. Вы готовы? Да. Мне, конечно, было бы интереснее принимать экзамен у наших мужчин, которые учили своих девушек. Ну, правило есть правило. Поэтому, Марьяна, Инна, кто из вас будет сдавать экзамен первый? Инна, готова? Готова. Ну, поехали скорее! Ты как собираешься ехать сейчас, трогаться? Как? Собираю выше цепление. А потом? Я когда села в машину с нашим ведущим сдавать ему экзамен, у меня такое ощущение было, что я потерялась. Ты на ручнике сейчас едешь. Инна ездит, как певица Натали поет. Что-то сделала и 15 лет молчит. С такой ездой, как она проехала, еще нужно умудриться кому-то проехать еще хуже. Что-то я не то делаю. Ну, что ты делаешь не то? Ну, передача первая должна быть. Первая у нас. А ты на какой трогалась? На первой. На третьей? О, у нас уже в салоне с сцеплением пахнет. Я тебе скажу, мы можем не добраться тогда парковку. Я согласна. Просто я теперь прямо. Колесо, колесо, колесо! Есть колесо. Инна, твое первое ДТП, поздравляю! Ты знаешь, что ты только что на кого-то или на что-то наехала? Знаю, наехала, да. Но это не лучшая змейка, которую я увидел. Давай сначала запаркуемся вот в этот гараж. Хорошо. Комментировать не будешь? Нет, не буду. И снесли гараж. Ай-яй-яй. Снесла сразу и стену, и перед, да? Да, ворот нету, стены нету, крыла нету. Ну все, поздравляю, нет у вас больше гаража. Задним ходом заезжаем в гараж. Как будем задом заезжать? Выжим сцепление. Так. Ключу заднюю передачу. Ключи. Вот она туда включается. И буду пробовать заехать. Ну, Инночка, давай, не подведи, началась супер. Первый раз я сам дернул ручник, оставил, потому что если бы я этого не сделал, мы бы что-то дали. Вот это резко она заезжает, стопы целы. Мы заехали! Думаю, вот это, конечно, приз почти был в нашем кармане, а тут, опа, все, прощай. Марьяна, ты готова? Твоя очередь. А мы хотели бы сделать маленькое заявление. Мы отказываемся от денег и не хотим за них бороться дальше. Вы чему-то за этих три дня научились? Она научилась правильно разбираться в таблетках от снятия стресса. Эти три дня были тяжелыми для вас? Очень тяжелые. 65 тысяч рублей было бы достойным вознаграждением за эти мучения. Но мы свою позицию высказали, и пусть этот приз просто достанется им. В момент, когда наши соперники пришли и сказали, что они отказываются от участия, и прикрываясь какими-то благими намерениями, что вот они нам это отдают, меня очень сильно расстроило. Мы так решили, что этой семье приз важнее. В чем важность этого приза для меня? Я вам предлагаю последний раз все-таки сесть, и я смогу объективно оценить то, чему вы научились за три дня. Если Юра не хочет, чтобы мы дальше принимали участие, то я как бы этому тоже не буду оперечь. Волна желания всех присутствующих здесь людей сейчас разбивается о риф амбиции одного человека. И это неуважение по отношению к нам, к своей супруге, к вашим соперникам. Поэтому сейчас, Юрий, я предлагаю вам покинуть это место, оставив здесь Марьяну как достойного соперника и достойного участника нашего шоу. И потом поговорить с Марьяной наедине уже дома, когда она вернется, возможно, с победой. Я считаю, что все-таки это конкурс командный, но в данном случае мы с Юрой одна команда. Не обращайтесь. У него просто очень странное поведение, несвойственно, несвойственно, там, здравомыслящимый человек. Берите камеру. Я считаю, что я дубатый человек. Это поступок ни волевого, ни сильного человека. Очень жалко девушку, ну, по глазам было видно. Ей хотелось пройти от начала до конца через этот проект. Итак, впервые в истории нашего проекта непредвиденный поворот. Одна пара самодисквалифицировалась, а вторая откровенно завалила экзамен. Неужели сегодня приз не достанется никому? Инна, в связи с добровольной дисквалификацией соперника, этот сертификат на 65 тысяч рублей должен достаться тебе. Но, посоветовавшись с Валерой и приняв во внимание то, что экзамен ты прошла, ну, скажем так, не очень хорошо, а попросту завалила, мы приняли решение не отдавать тебе главный приз. Прости. Поэтому деньги достаются твоему мужу за терпение, проявленное за эти три дня и непосредственно на экзамене. Я поздравляю вас. Инночка, поздравляю тебя. Ты молодец. Ура! Ура! Ну-ка, давай эмоции дожди, ребят. Приятно выигрывать, здорово. Жаль, конечно, что так вышло с нашими соперниками, но, в общем-то, значит, их пугают трудности. Трудности они либо разъединяют, либо, наоборот, скрепляют. В нашем случае наша крепкая семья стала еще ближе, еще крепче. Это для нее и для меня основная победа. Это было шоу «Научи жену рулить». Шоу об отношениях мужчин и женщин. И немножко про автомобили. До встречи на телеканале ИЮ!